Дикие горы, опасные спуски и неожиданные приключения на каждом повороте. Велосипедная гонка-путешествие по Дагестану. Это не просто поездка, это борьба и вкус адреналина на каждом шагу. Отправляемся в самое сердце Кавказа. Да, это гонка, перевальный взлет в Дагестане. И это мой БДК снова в деле. Поехали! Давайте, пацаны! Пока-пока-вай! 32 в тени, Давид. За прохладу? Из-за неприятного. Тут был такой забор, упал на дорогу и намотался на Ванин переклюк. Теперь у Вани сингл спит. Чем мы, значит, оттуда вот так мчим-чим-чим. Я еще еду, вот везде вот эта проволока, конечно, смотрю. Я что, проволока-проволока? Но ее на скорости совершенно не видно. И вроде флажки показывают, что она в траве. Ну, в общем, в траве-да в траве. Но какой-то кусок мне в итоге попал в переключатель. В итоге вот сингл спит. Теперь упрощенная версия велосипеда. Что, едем? По ситуации с переключателем вообще интересно. Мы позвонили в Махачкале. В сервис. Нашелся 12 скоростной переключателей. Его уже отправили на такси к нам в ближайший большой город на маршруте. И переклюк будет на такси через полтора часа. И мы как раз тоже примерно через полтора часа должны быть там. Вот по этой красоте. Мы подъезжаем к отметке на карте в виде пик 1196 метров. Дальше вроде как начнется спуск. Это пока на начальном этапе маршрута будет самая высокая наша точка. Валили, валили, валили со спуска. И тут в один момент просто натянутый трос. С четырьмя маленькими флажочками. Ночью или в сумерках здесь можно просто вот так остаться. Итак, стация следующая. Мы в городе... Где мы? Эрпень. Как-то так. Ну что, так выглядит наша ремонтная мастерская. На сегодня, да. Сто километров проехали. Ждем переключатель. Есть что? На всякий случай сразу. Алкоголь не пропагандируем. Пиво нон-алкоголик, безалкогольное. Это изотоник, это рекавери. Хлебушек, хлебушек, попробуйте. Теплый дымит. Попробуйте дымит он еще, да? Сосисочки. А еще очень интересно подобные вот ситуации, поездки. Иногда спрашивают, зачем мы все это делаем. Ответов на этот вопрос очень много. И ни одного конкретного, но... Как минимум ты учишься радоваться простым вещам. Холодные сосиски, лаваш. Вещи доступны практически каждому. Но ты... Счастлив. Только если на ужин. Только если на ужин. Ссорте. Все, все, сейчас настроим. Поедем. Ваня подчинил свой велосипед. Вы не поверите. Не знаю, видно ли вам эти ганьки в ночи, но ребята только что проехали. И моя очередь ехать. Ночной брод где-то там. Очень много точек высох. На 15 километров штук 5. Лично для меня это критически. Первый издовой день подошел к концу. Он получился довольно насыщенным и интересным. Разнообразным. К сожалению, мы не сделали минимальный дневной план в 120 километров. Но на то у нас были, ну, наверное, объективные причины. В целом можно было бы сейчас их доковырять. Но, наверное, в этом нет уже никакого смысла. Попробуем наверстать упущенное завтра. Какие у нас итоги? В 20.15 встаем. Часово 9, наверное, уже уснем. Там в полдесятого. Ранний подъем завтра. И снова в бой. Итоги дня ездового. 9 часов 12 минут в пути. Это, наверное, в движении. 105 километров мы проехали. Средняя скорость 11.4. Максимальная 60. Набора 2.900. Все, ставимся. Может быть ужинаем, может быть не ужинаем. Но ставимся, засыпаем. И совсем скоро начинаем новый ездовой день, на который есть куча дел. Ой, девочек. Время 5. Зачем? А? Зачем? Зачем 5? Ну, вот так вот случилось. Вставать пора. Ну что, я могу, а? Вот она, атмосфера бродяжничества. Наконец-то могу показать, как сегодня ночевали. Такая вот большущая поляна с идеальным газоном. Где-то вон там впереди горы. Ну, хорошо, что нашли это место и вчера остановились тут. Время полседьмого. Сегодня чуть дольше поспали, до пяти. Сейчас поедем. Все, на маршруте. Вон с того, как вчера мы окунулись с головой в работу и приключения. Сегодняшнее утро дарит нам немного спокойной, комфортной еды. Езды, езды, сгори вниз. Но мысли, судя по всему, все уже о еде. Хочется куда-нибудь заехать, перекусить. Первый силуэт в окне, раз зеленый не был, я ищу бенгальский свет в середине лета. Но, к счастью, длилось недолго. Гармин отдал сообщение о том, что начинается подъем длиной 30 километров. Набор 1600 на один подъем. Без спусков, без всего. Куда-то вон туда полезен. Там вот вроде тишина. Солнышко уже светит. Попался какой-то поселок. Наша задача найти магазин по полной запасу воды. Потому что их немного. Здесь получится еще и еды. Так, еще слишком рано. 7.48. Магазин не работает. Но добрый человек угостил нас водой. Теперь точно можно ехать вверх. Сегодня день прям непросто начался. Ползем вверх, 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 вверх. Вверх, вверх. Еще вчера это все было чуть проще. Потому что ты делаешь это все со свежими силами. А сегодня чисто уже на том, что осталось и что чуть-чуть восстановилось в ночи. Но красиво и безумно. Тут прям моноты еще с чем-то сейчас. Тут прям осень, осень. Осень. Гигантские перспективы. Все, ход пошел допинг. Стал ехать чуть веселее. Ну, ребята, при этом все. Дома-дома. Заходишь. Всяка улочек. Там магазин. Припартовали, сейчас будем кушать. Взял газировки. Единственный вариант на выбор энергетика, чтобы взбодриться. Кстати, очень много почему-то по дороге валяется банок под энергетика. Сто пудово бросают местные. Непонятно, почему. Банка с огурцами вообще. Выбор так себе. И самое главное, что у нас есть на обед, это килька. Ну, и тут еще пять сникерсов. Прог. Жень, что ты взял на обед? Так, я как человек, который не любит рыбу вообще. Тоже сел в кильке. Потому что выбора нет. Сегодня я люблю нашу рыбу. У нас есть сухари. Вместо хлеба хлеба сухарей. Буду менять их на вайн-огурцы. У меня, ну тоже, я повелся, вообще не хотел. Но ребята взяли, я такой, ладно. Для рывка. Да, для рывка. Газировочка. На нас. И сникерсы. Ну, да, тут всякие поджоры на туда. Путь. На дальнейшую погибель. Путь. Отдых в пятизвездочных отелях, они говорят, все включено. Вот оно, счастье. Где-то у забора килька. И горы Дагестана. А на отрекать поскольку. Угу. Вот здесь. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как там? По закону Архимеда, после сытного обеда полагается поспать. Но мы вместо этого лезем в перевал. Иван тоже любит серпантины. Да, Иван? Один из тех жизненных моментов, которые хочется запомнить. Ты куда-то ломишь в гору, в неведомый перевал с красивейшими видами. И рядом близкие друзья, которые разделяют с тобой эту непонятную авантюру. Красиво. Уже, наверное, миллион раз я сказал за последние несколько часов, что очень красиво. Но, правда, очень красиво. Песня не поет. Как дела, Женечка? Ветер высушит мокрые волосы. Огонь. Кажется, дождь начинается. Ты сейчас, что-то, высота. Все стекало и стекало. Вот это мы выползли. Почти поднялись на перевал. 1800. Задуло, закапало. Горная осенняя погодка. Высота 1800 метров. Шпарит дождь. Иван героически переодевается в сухое. Шпарит дождь. Короче, ситуация. Мы доехали до контрольной точки. Пик 1800. Ну, как контрольной точки. До отметки на карте. Пик 1800. Что-то там, где-то тут у меня. Пошел дождь. Ветер. Сейчас нас ждет очень-очень длинный спуск. Как мы понимаем. И что самое интересное, спуск этот будет по вот этим мокрым камням. Камни мокрые, мокрые, мокрые. Спуск долгий, долгий, долгий. Эх, сейчас повеселимся. Суть по всему. Блин, что-то Ванек потерялся. Он так что-то останавливался. Ну, он, наверное, тоже решил одеться. Дело тем временем дошло. Это мембрандер перчаток. И вот он, наш цыпленочек желтенький. Едет, крутит. Ванька. Кончалась ночь. Мы пили лето. По назвам собаки. Съели у вас. Собаки с глахом. Мы были здесь, мы были там. Мы прогулялись по забытыми людьми. Частливым городам. И, кстати, всем хейтерам на зло. Ох, вот так, Васяк. Сейчас, тихо, Вань, я тут в диалог иду. Селечка только жалко, а так все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Что говоришь? И, да я тут рассказываю, что все, кто недооценивает... Ванька, как бубенца не ушатался. Тихо, Вань. Все, кто недооценивает поддержку с кейджами, сумочками, все мега крепко держится, ничего не прыгает. А вот Иван едет, в него вот это туда-сюда, туда-сюда. Да, Иван? Ты заценил, как тебя болтается по теле? Такая я не вижу, зачем. Еще немного мы достигнем того самого, которого мы так ждали. Мы были здесь, мы были там, там, там. Кончалась ночь, мы пили лето. Мы заплутились снова где-то. Мои друзья, сегодня странно разогреты. Мы были здесь, мы были там. Мы прогулялись по забытыми людьми в счастливом городах. Официально заявляю. О, это прекрасно. А мы такие красные. Так выглядят мои ноги. Я допускаю, что весь я выгляжу так же. Иван... Иван мочил вниз. Ади, Ваня, поднимайся. Ваня едет. Надеюсь. О, и за все подъемы, которые были, маршрут награждает нас спусками вот по такой красоте. Проезжай, проезжай, проезжай. Едь, 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 красиво. Нет тормозов, у меня вообще не тормозит. Ну вот, едь. Все мокрое, грязное. Мы... Тяжело в полной красоте передать все, что нас окружает, где мы спускаемся. Потому что все камеры заливают, ничего не слушается. Ну, это невероятно. Женя почему-то фестивует. А Ваня тоже счастлив просто притворяется. Грязно. Хочется есть. А в этом и есть кайф. Кстати, а поесть. Ух, ребята. Так тут все грандиозно, масштабно. Я сейчас внук, я понажешь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 но в целом я не против супчика с вермишелью и грибами можно выпадать потому что ну распухло до ваня на десерте решил уничтожить пломбир меня он тоже в киргизии очень зашел такая штука ломающий мозг по крайней мере я ну прям так непривычное сочетание консистенции того что ешь и вкуса который ты чувствуешь интересно провести тест на живом человеке номер два на вид как будто бы какой-то пенопласт мороженого ешь и старую зефирку примерно так в бафельке ну да ну в общем вот прикольно у тебя и получается такая тема что на консистенцию это практически зефир а на вкус настоящее мороженое пломбир и это прям но у них а ломает сознание но не холодно и водя из гречка охладить да мы охладили сами поэтому мороженое не обязательно обиде наперед закончился продолжаем движение как у нас следующий подъемчик на 15 километров очередной сегодня по идее еще два чтоб успеть куда иван в лимит не отгадал дать зерпантин дорога кайф можно быстренько ехать на пацаны на долину опускается темнота сумерки на долину опускается темнота сегодня мы снова уходим в ездовую ночь надо добрать до минимального расстояния по лимиту времени пока вчера не получилось добить сегодня будем пробовать добрать за сегодня за вчера мы уже едем с фонариками ваня вот одевается мембраночку он вон женечек там в общем мы залезли в перевальчик сейчас у нас будет спуск километров на 8 стемнело окончательно мы забрались на перевал 1880 второй раз на за день на 1800 проехали 80 километров время 1847 едем дальше смотрим по ситуации получится добить сегодня получится гоним вниз сейчас будет спуск ночной темный интересный наверно надеюсь спуск спуск у нас на 8 километров и на данном этапе у нас это будет почти 100 километров 90 90 и скорее всего вон там светится деревушка наверное нужно в ней оставаться ночевать где-то там по крайней мере и уже появляются мысли они согласно нашим возможностям они свернут ли нам начнут на 400 километре будет петля на 200 километров для тех кто едет 800 а можно свернуть для тех кто 600 в принципе если мы сотку сейчас день проезжаем те же самые шесть дней свои мы проедем но посмотрим и мы доехали до большой населенки у нас был какой-то невероятно длинный спуск уже стемнело мчим гемри и кто он отключает газ у нас по 8 километров доставай все свечи расстояние 101 километра на сегодняшний день и очень похоже что это все-таки наш предел 100 плюс за день посмотрим самое главное что тут есть кафе магазины вечер пойдет чуть лучше это лучшая макарона Принято решение попробовать наверстать и попасть в лимит. Дорожка пока по асфальту. От кафешки уже 11 метров проехали, заезжаем в туннель. Короткий, 130 метров, может быть дальше будет еще более длинный. Мы переживали, что будет длинный темный туннель. Но тут хорошо, что темно с одной стороны, наши маячки лучше видно в темноте, чем было бы тут светло. Едем дальше. Вечер приобрел абсолютно неожиданный поворот. Время почти половина двенадцатого. Мы ехали, ехали, ехали мимо кафе. И пока мы обсуждали наши насущные проблемы, только закончили обсуждение, из двери вышел. Молодой человек сказал, точнее просто поздоровался. Мы спросили, не знает ли он кто, где может быть здесь сдает жилье. Это начало населенного пункта. А он сказал, а у нас на втором этаже сдается жилье. Я уже все, под конец дня плохо разговариваю. Итак, мы проехав сто тринадцать километров и примерно три тысячи набора. На сегодняшний день все. И вот так за тысячу рублей за вечер мы заселились. У меня всегда в путешествиях есть такой момент, что когда я куда-то еду и кто-то собирался со мной, всегда где-то в кафе, в гостинице есть место для того человека, который не поехал. Гошанчик. Раз кровать, два кровать, три кровать. И четвертая твоя почему-то пустая. Как выглядит общага Квристов. Ну и всем доброе утро. Начинаем третий день. Такое у нас сегодня утро прекрасное. Горы со всех сторон. Вчера вечером на самом деле у нас произошло достаточно сложное обсуждение, потому что у маршрута, по которому мы едем, точнее гонку, мы едем изначально восемьсот тридцать километров, но также есть зачет шестьсот, шестьсот тридцать по-моему километров. И поворот на круг шестьсот километров у нас буквально вот там по двадцати-тридцати километрах от нас. То есть нам нужно было вчера принимать решение, сворачиваем мы на шестисотку или едем восемьсот. Мы долго обсуждали и решили все-таки поехать шестьсот, потому что для нас это, повторюсь, в первую очередь туринг, но с элементами гонки, потому что есть интересные планы на будущее. Мы никогда ничего подобного не ездили и хотелось понять, как оно вообще внутри, каков быт, что брать, что не брать, какими стратегиями придерживаться во время езды. И вот всю такую прикладную часть таких путешествий. И мы поняли, что да, возможно, если где-то что-то как-то добавить, если не спать ночами, там спать по три часа, мы, возможно, в лимит восемьсот километров укладываемся. Опять же, если не будет никаких моментов типа вчерашнего дождя, если не будет никаких моментов типа сломанного переключателя и так далее. Но тогда наша поездка, она и так у нас достаточно спортивная в любом случае, но она совсем перестает быть туринговой и превращается просто в такую очень-очень-очень жесткую рубку. И мы решили принять это решение и свернуть на шоссе. Это лучше друг велосипедиста, кто путешествует без памперсов, только в турсах и штанах. Да, спасибо. Классно. Спасибо. Что на следует-то бой не делал? Пока в багаж не багаж, надо попасть. Воды бы налить я. Воды бы где налить? Жека решил сойти с дистанции. Говорит, хочу срезать себе себе спицы. Жека, ну давай рассказывай, зачем ты хочешь себе срезать спицы? Вот так получилось. Что там вы про обрезание говорите? Я просто переключился. Мультикручок есть? Конечно. Я просто переключился и чуть не упал. Красота, которую вчера вечером немного пропустили. А еще момент, который остался за кадром, но сегодня последствиями всплыл вчера у меня второй раз за сезон. Открутился шип. Я благополучно не выстегнулся из-за этого. Прилег на бок. На сторону переключателя. И сегодня это аукнулось, потому что петух погнуло. И переклюк чук. Не залетел в спицы. Благо, с нами есть лучший в мире... Привет, привет. Лучший в мире механик, который быстро все это дело исправил. День начинается сразу с приятного праздника. Нашли вот такой большущий. Магазин. Будем завтракать. Человечески. Пицца. Шпроты. Клетчаточка. Большое чудо. Ну, это там мармеладки про запас. Практически здоровая еда. И еще у меня оставались сухари с вчерашнего дня. Покушаем. Так, у Женечки тут шпротики. О, с сухариками. Топ блюдо. Я ничего не знаю. Взял тушенки. Какой-то. И салатик. И еще чудо-молочко есть. Давай, кусай красиво свой свежий эффект. На фоне гор. Хороший. Так, у нас впереди виднеется первое развлечение дня. Подъем на 26 километров. И 1900 набора. Ласковых для. Озадаченный и виноватый. Не вникаешь никак. Я хочу лом на парк. Рассели и сладкую вату. Твой билет на столе. Что стоять на земле. Если можно летать и за окон. Висеть вниз головой. Пока не надоест. О, я. Ну, прокорти меня. Ульяна Стаганрог. А едем из Махачкалы в Дюрбен. Но интересным маршрутом. Гонка. Хорошей дороги. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вообще. У меня. А ну, Вань, давай за кадром. Ооо. Ооо. Пока мы забираемся в этот 30-километровый подъем. Погода кажется, как и вчера, решила после обеда. Преподнести нам какой-то сюрприз. На той стороне ущелья хмурится. Дано. air is frozen. she floats across the night no racing to be broken Ты хвост не побрил? Калутаски? Да. Ага. Что такое? Я натер. Натер? Хорошо, снимаю тебя без лица. По пояс. Без лица огромное сниму. Должно помочь, я надеюсь. Ехали-ехали в гору, 1800 высота. Сейчас как поедим. Тут есть... Вань, есть тут коллагола каши? Вань, я присутствую кашу. Продолжаем рубрику «Беспощадный тяжелый велотуризм». Было тяжело. Было тяжело, мы заслужили. И оказалось, я живой, знаешь, я никогда не стану. Кошатик. Тепличным цветком, который можно легко кружить таким поставить. Поднялись уже на 1850 метров. Ехали сегодня где-то вон там, вон там, вон там, вон там, вон там. И откуда-то вот совсем снизу из долины приехали. Да, мы идем вдоль. Ой, ребят, а, у нас тут. Вообще, кстати, знаете что? А вопрос? У нас маршрут очень странный сейчас здесь. У нас, мы вот сейчас по асфальту, к которому ехали, он нас приводит вот сюда в населенный пункт. А маршрут чисто вот, ну, такой. Вот объедьте вот так. И сюда же приходит. Просто, чтобы, нет, смотри, вот мы, вот мы, сейчас ехали по асфальту и свернули направо. Ну да. Если бы мы продолжили ехать по этой дороге, мы приехали в населенный пункт. Ну ладно, мы там по-моему уже поедем. Да, 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 я просто к тому, что у нас сейчас прямо налево населенка, населенка, мы в гору пока не лезем. Ну, надо ехать, ну, просто, сколько бы ни осталось, без остановки. Принчить перед? Ну, потому что там, знаете, даже если останется 10, как бы, жизнь, надо попробовать. Хотя бы один день. Что-то, ахерпинка, не, ну. Что-то пора нам. Ворот в никуда произошел. Нет, там он тропинка есть. Нет, тропинка есть, но она вся такая суть. Ну, трек как будто чуть откуда. Не, он вот здесь, вот, вот так. У меня, по крайней мере. Ну, тогда надо вон где-то. Ну, вон, знаешь, как, смотри. И пальтом на дорогу, да? Смотри. Мы сейчас по дороге вот так объезжаем, а трек вот кустами и туда же приходит, направо. Пошли на дорогу. Ехали-ехали. На развилки маршрут на развилки маршрут нас скинул в какое-то болото, а через 100 метров выкидывает обратно на дорогу. Решили не плавать лишний раз. И снова рубрика «В мире ночных животных». Мы сейчас на 1800. Стемнело. Едем куда-то на 2, на 2100. Сквозь эту непроглядную темноту. Мы поднялись на 2000. Сейчас нас ждет какой-то длиннющий спуск. Куда-то. На 2000 вроде как должен быть красивый вид, но мы этого, разумеется, не узнаем. Мальчишки одеваются, утепляются. Сейчас будем наваливать в ночи вон туда с горы. Я, может быть, даже вам посвечу. Вот туда-туда-туда-туда в бесконечность уходит. Дорога. И где-то там слышен детский плач. Скорее всего, там шакалы. Дети плачут. Или дети плачут. Лучше пусть будут шакалы. Вообще опыт ночных сбросов одновременно очень интересный, потому что по этому всему жахаешь. А вокруг, наверное, не видно, но нависают над тобой скалы. Но очень сложно. Местами вообще на дороге вот такие булыжники лежат. Размером с Ваню. Прикинь, вот так вот здесь. И вон еще их сколько. Вон, вот это все в жиле. Оттуда, смотрите. Вон оттуда оно все валится. Жесть. Так мы же решили, что мы пытаемся остаться где-то, чтобы вы зарядили еще что-то. А, ну конечно, от вариантов очень не будет. Не на улицу, спасибо. Просто если можно аккуратненько заселиться, в какую-то беседочку упасть, не ставя палатку, это как будто лучший вариант. Нашли в населенном Гмунте, в хостелы искали, а тут ребята говорят, заходите к нам, будем ночевать. Сейчас спускаем велики вниз. До утра. До утра дальше. Опа. Добрый вечер. Евгений, аж третий. Добрый вечер. Здорово. Очень приятно. Пришать, пока, ребята. С вами можно откровать. В ту же секунду на улице начался просто ливень. Но у нас есть крыша над головой. Ночелек на сегодняшний день. Результаты сегодняшнего заезда. 100 километров ровно мы проехали. Набор высоты за сегодня 9080 метров. Наше сегодняшнее прекрасное место ночевки выглядит вот так. К сожалению, для Гоши места сегодня не нашлось, хотя на двухспальной кровати как раз его четвертая, если подумать. Ну так вот, что у нас тут есть на сегодняшний вечер? Кровать раз, кровать два. Здесь будет ночевать Ваня, потому что на правах самого сильного издака мы отдали ему самую большую кровать. Ну или он ее забрал. Тут как посмотреть. Начинаем или продолжаем сушку. Я вчера не успел сушить пуховку и спальник, потому что они чуть-чуть влажные после нашей такой холодной ночевки. А пуховые вещи лучше все-таки держать в хорошем сухом состоянии. так они проживут гораздо дольше. Пошло Ваня на зарядное жаро. Кис-кис-кис. Не знаю. У меня кипка. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Слышу, как ты дышишь, чувствую, не спишь.